Участники проекта Арктика-2015 вновь собираются в путь. В ближайшее время будет дан старт очередной экспедиции на Северный полюс. Сегодня в Общественной палате прошло заседание Ургкомитета, в котором приняли участие представители Чувашской республики. Чем запомнится первая полярная поездка и какие планы вынашивают организаторы экспедиции, передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Именно здесь, в Общественной палате, еще в начале марта дали старт грандиозному проекту Арктика-2015 и собрали вместе флаги всех регионов страны, чтобы потом доставить их на Северный полюс. Спустя полтора месяца организаторы подводят итоги этой поездки. Заседание провел известный телеведущий, председатель правления экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов. Итак, первый этап высокоширотной полярной экспедиции успешно завершен. Флаги всех 85 субъектов страны, а также их столиц достигли самого северного российского поселения Баритцбург. Организаторы проекта не случайно стремились добраться именно сюда. Этот город расположен на острове Шпицберген. В годы войны солдаты вермахта могли создать здесь военную базу для контроля над Заполярьем. Это посоздавало большую угрозу для кораблей, которые следовали в Мурманск по Северному ледовитому океану. Отстоять архипелаг удалось. В честь его освободителей в Баритцбург доставили специальные лампады с огнем Победы, которые были зажжены в Москве на Поклонной горе. Нас встречали очень здорово. Во-первых, где мы были, не только жители острова, но и жители нашего российского города. Встречали все, вплоть до детей, до маленьких. Все вышли и удивились такому мощному показу наших российских флагов на их земле. И наше государство в очередной раз заявило о том, что мы сильная, мощная держава, которая не везде, в любом регионе себя позиционирует как суверенное, мощное государство со всеми своими приоритетами. Сегодня представителям региона в Москве вручали дипломы и памятные медали, но еще в начале апреля на острове Шпицберген состоялся международный арктический форум. Именно здесь подвели итоги конкурса достижений регионов и городов. Видеопрезентация Чувашии заслужила самых высоких оценок. Республика была удостоена приза зрительских симпатий. Почетные награды вручили герою России Николаю Гаврилову и полномочному представителю региона Леониду Волкову. Данный проект имеет более широкое значение, чем только установка флагов. Данный проект осуществляется в рамках празднования 70-летия Победы с одной стороны, во-вторых, в рамках проекта «Живая планета». Устойчивое развитие всего человечества возможно только тогда, когда будут достигнут консенсус в треугольнике общества, природа и человек, без ущемления интересов одного из этих трех субъектов. И стратегическая задача всего человечества – это сохранение живой природы. Ну а в рамках второго этапа проекта на Северном полюсе развернут 100-метровый триколор и флаги всех субъектов страны. Уже в июне полотна доставят в Москву, чтобы провести на Поклонной горе масштабный парад. Все эти проекты посвящены 70-летию Великой Победы. Организаторы подчеркивают, что именно так они отдают дань ветеранам. И сегодня в общественную палату пригласили участников войны. Наша съемочная группа встретила здесь уроженца Чувашии, полковника в отставке Алексея Трофимовича Трофимова. И закончил войну уже на территории Польши, у Балтийского моря. Наша дивизия участвовала в окружении немецких войск под Калининградом, Кенигсбергом. И после этого меня защищали, после окончания войны, защищали кадры советской армии. В ближайшее время на Поклонной горе в Москве члены движения «Живая планета» планируют заложить березовую рощу героев России. Всего здесь посадят 70 деревьев в честь покорителей Арктики и участников Великой Отечественной войны. А уже в декабре в Москве появится большой комплекс флагштоков всех регионов страны. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. Редактор субтитров А.Семкин